А знаете ли вы, почему советские космонавты брали в космос оружие? Как гласит история, Советский Союз был единственной страной, которая вооружала своих космических путешественников, что у других стран это вызывало недоумение. В течение многих лет советские, а позже и российские астронавты, имели на борту космического корабля специальное оружие. Но такая практика не была простой прихотью, на то были серьезные причины. Вход в атмосферу космического аппарата и его приземление – это очень сложный процесс, и каждая мелочь может стать роковой. Очень часто, снижаясь в полете, аппарат меняет траекторию полета. В результате космонавты приземляются на сотни километров дальше от планируемого места посадки. Оказавшись там, где их не ожидали, они могут столкнуться с разными неожиданными сложностями. Так, например, в 1965 году космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов, возвращаясь на Землю, потеряли курс и приземлились в Сибири посреди леса. Они находились слишком далеко от базы, и им пришлось ночевать в тайге, где всегда есть риск столкнуться с дикими животными. У них был при себе один небольшой полуавтоматический пистолет Макарова. Когда ночью хищники попытались напасть на лагерь, они стали стрелять в воздух, и этим отпугнули животных. После этого происшествия специально для космонавтов была создана трехствольная пушка ТП-82 или ТОС-82, где использовались два разных калибра. Оружие обладало съемным прикладом, который мог использоваться в качестве мачете, а в комплекте к нему шли ножны из брезента. Оно также стреляло сигнальными ракетами, чтобы космонавты могли в случае опасности подать сигнал о помощи. Эта пушка стала частью стандартного комплекта, необходимого для выживания космонавтов, и использовалась в космических полетах с 1986 по 2006 годы. Позже она также поставлялась некоторым частям советских ВВС для экипажей, действовавших в особо негостеприимных регионах. Астронавтам НАСА тоже довелось тренироваться с этим оружием во время учений, проходивших в акватории Черного моря. Так, например, американский астронавт Дейв Вульф провел на борту российской космической станции «Мир» в 1997-1998 годах 4 месяца. Он был в восторге от этого оружия, считая его очень точным и удобным в использовании. Но в 2007 году специальная военная комиссия пришла к выводу, что оставшиеся боеприпасы пистолета пришли в негодность, с производства он был снят, а его остатки изъяли. Вместо этого космонавтам опять предложили стандартный полуавтоматический пистолет, но даже его брать в космос теперь вовсе не обязательно. Это вопрос добровольного выбора самих летчиков. Каждый раз перед полетом официальный представитель российского космического агентства проводит среди экипажа голосование, чтобы решить эту проблему. И в большинстве случаев космонавты от оружия отказываются. Хотя от неожиданных опасностей никто не застрахован, и многие специалисты считают, что на борту космического корабля должно быть оружие. Как будет решать этот вопрос Роскосмос, на данный момент неизвестно. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний. Субтитры создавал DimaTorzok